Сегодня две новости, которые трудно не заметить. Вчера, 18 февраля, российский космонавт Алексей Леонов, который является членом консультативного комитета фонда «Беринг-Восток», покинул Россию. А за два дня до этого основателя этого самого фонда, американского гражданина Майкла Кальви, отправили под арест. Родственники Алексея Леонова говорят, что эти два события ничем не связаны. Дочь космонавта говорит о том, что он находится на запланированном лечении, дескать, у него диализ почек. Кстати, здесь возникает вопрос, ну как же так, заслуженный человек, космонавт, неужели в Москве нету диализа почек? Неужели для такой простой, в принципе, процедуры необходимо покинуть страну и направиться в Соединенные Штаты? Вот лично я эту байку не покупаю. И вторая новость, которая идет следом, удивляет не меньше. Господин Александр Друзь, если вы помните, буквально несколько дней тому назад все говорили только о скандале между Друзем и между Ильей Бером. Илья Бер – это редактор передачи «Как стать миллионером». Если вдруг кто-то не слышит, но я уверен, слышали практически все, где якобы Александр Друзь пытался подкупить редактора и разделить, так сказать, выигрыш в 3 миллиона. Многие пишут о том, что, дескать, Александр Друзь богатый человек, зачем ему эти деньги? Но и в то же время многие говорят о том, что еще во время игры в что-где-когда друзья подозревали в том, что многие ответы на вопросы он знал заранее. Он очень тщеславный человек, и ему хотелось выглядеть, ну, эдаким, знаете, всезнайкой. Дело было не в этих трех миллионах, а в том, чтобы закрепить за собой это звание самого умного. Но Илья Бер оказался неглупым человеком, он записал весь этот разговор на диктофон и в скайпе. Затем обратился к руководству канала, его там не послушали, и тогда он был вынужден выставить всю информацию в интернациональную сеть. Как поступил Александр Друзь? Конечно же, единственное, что он мог сказать, что Илья Бер его оболгал, что, дескать, это редактор предлагал ему разделить три миллиона, ну, а Друзь просто подыграл Беру. Эту историю не успели переварить, но Александр Друзь во избежании последствий, ну и, как говорит его семья для восстановления хорошего психического состояния, выехал в Калифорнию. А вот для чего это очень интересно? Ну, во-первых, его дочь, его внуки, все живут и работают именно там, в бездуховной Америке. Уехал он для того, чтобы презентовать там свою книгу. Послушайте, какое интересное название. Детская книжка «Эня, Томас и другие». Вы скажите мне, в России много живет детей с именами «Эня» и «Томас»? И вообще возникает вопрос, для чего писать книгу на английском языке, если ты живешь и работаешь в России? Вот это странно сама система. Семья, дети, внуки, все твои творческие порывы направлены на англоговорящую страну, и ты там издаешь даже детские книжки. А вот капусту косить ты приходишь в Россию и словешь там большим и уважаемым человеком. Честно говоря, я вот этого не понимаю, но если вы уже всех эвакуировали, так и оставайтесь там. Я не понимаю, как многие умиляются, глядя на эту странную пару Пугачевой и Галкина. Понятное дело, пожилая Пугачева прикрывает, как бы это мягче сказать, голубую задницу Галкина. Никаких отношений, конечно же, нет. Детей ему выносила суррогатная мать. Вообще среди гомосексуальных мужчин во всем мире это сплошь и рядом. Во всем мире, я имею в виду, где на гомосексуальных мужчин смотрят странно. Они вынуждены жениться на женщинах старших себя по возрасту и выдают все это за нормальные, полноценные отношения. Проживает, тем не менее, эта парочка с внуком и бабушкой на Крите, и оттуда они шлют вам умилительные картинки. И этот же самый Максим приезжает в Москву просто на работу, поработать, собрать зал, скосить баблишко и опять, опять туда, подальше от России. Его дети изучают французский язык и английский, конечно, начнут изучать. Они уже сейчас создают им картинку для того, чтобы, когда уйдет папа, его место занял Гарик или Лиза. Вот так вот в большинстве случаев. Господин Маршал, давший недавнее интервью Дудю, с удивлением спрашивает, а разве есть кто-то в этой стране, кто не поддерживает Путина? Вот ты, Дудь, разве ты Путина не поддерживаешь? Нет, он Путина не поддерживает, но находится, тем не менее, в России. А Маршал, который всей душой и всем сердцем поддерживает господина Путина, вся его семья проживает, опять же, там, в бездуховной Америке. Читая все эти новости, я подумал о том, то ли еще будет. Чем тяжелее начнется ситуация, тем больше мы будем слышать этих сообщений, что у кого, дескать, операция на сердце, у кого-то диализ, а кто-то просто тихонечко соберет чемодан и уедет туда, где он уже давно-давно приготовил для себя запасной аэродром. В этом году, да не только в этом, уже порядка 17 лет подряд, тут в Майами отдыхают наши российские звезды. Первым открывателем был Игорь Николаев. Квартиры тут по российским ценам, в общем-то, недорогие. К примеру, Ирина Аллегрова живет в районе Холландейл, и там у нее квартира стоит полтора миллиона долларов. Филипп Киркоров, который приобрел в прошлом году этот дом за 12 миллионов долларов в одном из самых престижных районов, Лагорс, Драйв. Кристина Арбакайте, у которой есть квартира в районе Белл-Харбор. Тимати очень часто отдыхает в Майами. Диана Гурцкая с братом Робертом. А у Игоря Крутого здесь вообще просто какой-то нереальный шикарный особняк на супер-секретном острове Фишер-Айленд. Так что в Майами полно русских новоселов, и, по-моему, им там очень нравится, и чувствуют они себя очень комфортно и счастливо.